Что делать с деньгами? Мы в прошлом ролике с вами посмотрели, разобрали план G, как я его назвал, то есть если все будет прям совсем жестко. В этом ролике мы разберем с вами план A, то есть план как выйти с наименьшими потерями из текущей ситуации. Надо понимать, что и у нас останется еще план B, что делать с активами, куда инвестировать, это прежде всего для тех, у кого есть накопление, хотя бы от 500 тысяч 4 миллиона, то есть когда есть за что бороться с меньшими суммами, я тоже скажу, что на мой взгляд оправдано делать. Итак, как выйти с наименьшими потерями из текущей ситуации? Надо понимать, что ситуация крайне сложная, наверное это и так всем уже очевидно, понятно, совершенно непонятно, что конкретно будет дальше, потому что может все что угодно произойти в ближайшее время. И поэтому, когда вот вы спрашиваете меня, иногда мне пишут, приходят такие вопросы, что Николай, а вот куда бы мне сейчас точно все деньги положить, чтобы и надежно, и спокойно, и доходность хорошая, и инфляцию отбивать? Я не знаю. Когда у тебя кубики с буквами G, O, P, A, то собрать из них слово счастье довольно сложно. И мы будем, конечно, пытаться это как-то сделать, но и это будет вот как раз план B, то есть будем думать над теми стратегиями и будем их подробно разбирать. Это будет большой разговор очень завтра в инвест-клубе Финанс 1 у нас на эту тему. Как, куда наиболее рационально распределить те ресурсы, которые есть, это прежде всего для тех вот у кого есть накопление. Но сегодня поговорим про то, как выйти с наименьшими потерями. Главная задача сегодня, не надо стремиться на этом там как-то супер заработать. Вернее, это будет как некоторые опции для таких самых активных. Главная цель все-таки для большинства людей это сберечь максимальное накопление от инфляции и от потери вообще. Даже не только от инфляции, а от потерь вообще. Итак, первый момент, о котором много спрашивает эта валюта. Стоит ли сейчас, когда высокий курс, продать рубль, продать доллар, продать евро? Как с ними быть? Тем более евро вроде как запрещают теперь для ввоза в Россию. Стоит ли от валюты избавляться? Мое мнение следующее, что валюта всегда в дефиците будет в ближайшее время. И соответственно она будет достаточно дорогой. Я бы сейчас не спешил расставаться с валютой. На мой взгляд, если она у вас есть, прекрасно, вам повезло. Вы большой молодец, что подготовились заранее. И лучше ее оставлять. То есть мое мнение такое. И при этом не пытаться поймать какие-то пики, максимумы, минимумы. То есть не пытаться здесь сыграть на том, чтобы продать дороже. Продать по 106, купить потом по 104. И вот на эти 2 рубля счастливо жить, очень велика вероятность ошибки, что все сделаете совсем не так. Поэтому спекулировать на этом нет. Держать, я бы скорее держал вот именно подушку безопасности, о которой мы говорили в прошлом ролике, в валюте. Да, отлично. Куда-то вкладывать доллары? Да, тоже как вариант. Сейчас некоторые банки предлагают депозиты валютные со ставками 4, 5, 6, даже 7 процентов в Альфа-банке, по-моему, сейчас. Правда, они короткие. Но, тем не менее, это вот вариант, куда пристроить валюту. Но при этом помним то, о чем мы говорили вчера. Что план же возможен. И очень даже, ну то есть не то, что вероятно. Но нельзя исключать ситуации, что вы не сможете взять эти деньги из банка. Либо сможете доллары, но по курсу, например, 70 или тому, которую установит правительство. Или вообще скажут, что все, теперь все доллары как бы, ну не то, что забираем, а скорее просто меняем по выгодному курсу 70 или 50 рублей за доллар. Вот вам шикарные деньги. Наслаждайтесь. На этом графике можно посмотреть курс доллара, который у нас был где-то начиная с 96 года. И, конечно, мелковат немного, но, тем не менее, по текущий момент. Что мы видим? То есть у нас было несколько кризисов, которые происходят, к слову, с завидной регулярностью в России. То есть если мы возьмем это 91 год, 99 год, 98, 99. Это 2008-2009 год, это 2014 год, это 2022 год. Но еще здесь пандемия внесла свою лепту. То есть если посмотреть, то каждый, вот они, вот этот раз, два, три, четыре. То есть каждые примерно 7, 8, 9 лет стабильно в России происходят кризисы. Когда доллар взлетает и повторяется раз за разом одна и та же история. Причем, как правило, все это сопровождается какими-то военными конфликтами. Здесь это Чечня, затем Грузия, затем Крым наш и сейчас то, что мы имеем сейчас. Ну еще отдельную лепту внесла пандемия, но это как бы отдельная история. Я бы ее выносил в отдельную позицию. Но на что можно посмотреть? Конечно, можно сказать, что в этот раз все будет вообще капитально иначе. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как это было в прошлые разы. То есть 99 год. То есть на что хочу обратить внимание? Вот есть пики, то есть первый шоковый взлет цен до практически самых пиков. Вот эти вот узкие полосочки стрелочек. Вот здесь вот он взлет. И потом, в принципе, уже возле этого уровня примерно замирало. Затем взлет. И после вот этого пика затем шел уже откат. Следующий, вот этот 2014 год, опять вот этот шоковый взлет до уровня 80. И затем откат назад. Некоторые, правда, потом еще скачок был. Но, тем не менее. То есть в целом это был откат назад. Сейчас, возможно, будет что-то по-другому. Но вполне вероятно, что сценарий плюс-минус примерно повторится. И значит ли это, что там доллар не улетит к 150 или что-то еще? Да ничего не значит, конечно. Все, что угодно может быть. Но наиболее вероятно, знаете, вот как есть, как предсказать погоду с вероятностью 75%. При том, что гидрометцентр дает вероятность предсказания погоды, по-моему, 57, что ли, процентов у них вероятность того, что они угадают. Так вот, есть очень простой метод, что погода завтра будет такая же, как сегодня. В 75% случаев вы угадаете. И если предыдущие кризисы в России проходили вот так, то можно предположить, что и этот будет чем-то похож. Может быть и не будет. Но если это будет так, то держать валюту, то есть пытаться спекулировать, наверное, смысла нет. Угадать вот это вверх-вниз. Но держать валюту долгосрочно, имея в виду, что вполне вероятно, что будет и, ну, главное, самое главное, долгосрочно. Вы видите тренд, что долгосрочно рубль постоянно ослабевает и постоянно происходят кризисы. То я за то, чтобы это иметь. То есть держать валюту хотя бы, это ту валюту, которая у вас уже есть. То есть продавать ее я бы не стал сейчас валюту. Может быть вы посмотрите иначе, скажете. Опять же на это можно дать возражение. А вдруг у нас запретят и отберут всю валюту. Тоже возможно. Но скорее всего у вас доходы в рублях и основные накопления в рублях. Если есть какой-то запас валюты, я считаю это хорошо. От него избавляться не надо спешить. Напишите, вот как вы думаете. Ваше мнение по поводу валюты. Рубли. С рублями сложнее. То есть если у нас есть рубли, то сейчас стоит очень такая непростая задача. Это заставить их работать. Потому что держать рубли в рублях. Например сняли 100 тысяч рублей, миллион рублей, 10 миллионов рублей. Там или большую сумму. И положили куда-нибудь просто себе под матрас, в трехлитровую банку, в банковскую ячейку. То через полгода-год можно обнаружить, что эта сумма превратилась в тыкву. То есть деньги вроде бы есть, тот же там миллион рублей. Только по покупательной способности это уже 700 тысяч. И вот это вот опасный момент. Что, как запустить в работу. Вот мы завтра для тех, кто у нас в инвест-клубе, кто более глубоко кому надо погрузиться и кто готов более рискованные варианты рассматривать. Мы разберем некоторые более широкие альтернативы. Но для большинства людей я бы советовал сейчас не усложнять себе жизнь и просто брать депозиты с текущими довольно интересными ставками. То есть особенно если вы не разбираетесь, не понимаете, не погружались еще в тематику и не готовы главное разбираться. То сейчас вот есть депозиты ставки там 20, 18, 20, 22 процента. Это весьма неплохо. И это наиболее главное спокойно. Лучше при этом разбросаться по разным банкам в пределах суммы страхования 1 миллион 400 тысяч рублей. Облигации. Про, ну давайте мы про фондовый рынок отдельно еще поговорим. Могут ли изъять депозиты? Уже несколько раз обсуждали эту тему. Посмотрите ролик отдельно. Мы обсуждали возможно ли это или нет. Лучше не списывать со счетов, что это возможно. Дальше, что очень важно. Остерегайтесь мошенников. Чем более турбулентная, нестабильная ситуация, тем больше активизируются мошенники. Потому что гораздо проще воздействовать на такую пошатнувшуюся психику людей. И склонять их к тем или иным необдуманным поступкам. Поэтому, если вас куда-то затягивают, что вот есть супер мегафонд какой-то или криптопроекты или что-то еще, будьте 10 раз на стороже. И, кстати, вот обращу внимание, что нередко создаются клоны известных людей. В частности, вот под меня делают клонов с моей фотографией. И как бы пишут, что свяжитесь со мной, там в WhatsApp, в Telegram, куда-то еще. И потом пытаются выманить деньги. Будьте очень аккуратны. Мошенники сейчас крайне активизировались. Стоит ли с недвижимостью? Сегодня мы разберем вот больше, что делать с той, которая есть. А завтра для тех, кто более такой серьезно подкованным, будем разбирать, какие перспективы есть. Стоит ли продавать недвижимость? То есть, если у вас сейчас есть объект недвижимости, квартира какая-то или что-то еще, стоит ли продавать? Мой подход такой, что вот сколько я работаю с недвижимостью, всегда лучше владеть. Если она работает, вот давайте поправка. Если она работает, если она просто стоит без дела, нет, я считаю, что это не лучший вариант. То есть, деньги должны работать. Просто так вот держать, допустим, квартиру, которая не сдается и ничего не приносит, ну это бессмысленно. Но если вы, она у вас работает, недвижимость, и приносит стабильный денежный поток, а это главный плюс недвижимости, и это то, что будет особо цениться, пусть даже он не очень высокий, но стабильный. Вы знаете, что если, не дай бог, вас уволят, проблемы в бизнесе где-то еще, хотя бы вот это вас будет в какой-то степени кормить. Я бы недвижимость не спешил продавать. За исключением вариантов, если вы не понимаете, что с ней делать. Вот стоит что-то, тогда лучше как бы продать, но как только вы продадите, у вас сразу возникнет предыдущая проблема, а что делать с той суммой денег, с которой, которая у вас оказалась на руках. А если у вас уже такая ситуация, то вот очень рекомендую завтра отдельный будет блок, специальный в инвест-клубе финанс-1 присоединяйтесь. Вот мы специально открыли на ближайшие дни до пятницы вход. Если пропустите, то будет видеозапись, плюс у нас там чат, где я всегда в текущий момент очень активно мониторю ситуацию. То есть продавать я бы не спешил за исключением недвижимости, которая не работает. Обратная ситуация, стоит ли покупать недвижимость. Сейчас это стало резко сделать сложнее. То есть конкретно вот в текущее мгновение, когда ставки взлетели, вы просто не можете получить ипотеку. Стоит ли недвижимость покупать за чужие деньги, за свои деньги, прошу прощения, то есть взять вот и на все деньги у вас есть сумма там 5 миллионов, 10, 15, взять купить какую-то квартиру. Нет, я считаю, что не стоит. Почему? Давайте покажу график. Смотрите, если мы взглянем на график, вот здесь синие, это цены в рублях, красное и зеленое, это в долларах и евро. То увидим вот 2008 год падения, 2014-15 год падения. И опять же, проводя аналогии, можно предположить, что в валюте мы далеко не так выиграем. И в каком смысле, в каком плане имеет смысл покупать недвижимость? Если у нас есть чужие дешевые деньги, чужая ипотека, которую мы можем задействовать. Например, вы сможете взять льготную семейную ипотеку. Вот я здесь написал льготная ипотека. Или вы планируете, например, сейчас взять какую-то более дорогую ипотеку, но затем через полгода-год ее рефинансировать и сильно снизить ставку. Наиболее вероятно, это возможно будет. В этом случае это можно рассматривать. То есть надо сразу продумывать, как вы будете использовать эту недвижимость. И скорее всего, конкретно в текущий момент, если вы ее купите по высокой ставке, у вас она будет в лучшем случае работать в ноль. Но вы, соответственно, все равно в некоторой степени сберегаете деньги. То есть недвижимость, цены на недвижимость, вот если мы посмотрим синий график, цены на недвижимость, это прежде всего инфляция. Они, да, идут взлеты, падения, взлеты, падения, но в среднем это примерно рост на уровень инфляции, около 10% в год в среднем. И это сбережение денег. То есть сам по себе актив, недвижимость это скорее про сбережение. Дальше на это можно наложить, если вы эффективно умеете сдавать недвижимость, либо готовы сдавать. Вот кстати здесь тоже отправлю вас, если вдруг кому-то актуально, то эти выходные, суббота, воскресенье, 5-6 марта буду проводить живой семинар секреты инвестирования в недвижимость, где как раз все алгоритмы буду рассказывать свои с учетом и в том числе кризисов 14 года, чего ожидать, на что смотреть, потому что сейчас, даже если вы сейчас в моменте не будете покупать недвижимость, то через некоторое время это вновь станет очень актуально. Сейчас либо льготная ипотека, либо рефинансирование, либо если вы найдете выгодный вариант, который почему-то кто-то будет продавать дешево. Я бы не ждал это вот прям в ближайшие дни, это маловероятно, хотя и это возможно, потому что всегда будут появляться люди, кому надо продать срочно, почему-то им потребовались деньги, например человек хочет свалить за границу сейчас. Я вот от нескольких сейчас такое услышал, что от нескольких знакомых предпринимателей, что я хочу от всего избавиться по любым ценам и просто свалить куда подальше. И наверное такие тоже будут, поэтому такие варианты в принципе потенциально можно отслеживать. Новостройки на перепродажу. Недвижимость в плане новостроек я сейчас бы не рекомендовал. Если вы уже ввязались в новостройку, у меня у самого две новостройки сейчас строятся, но в этом случае скорее ждать и надеяться на лучшее. Но я помню 2014 год, когда у меня как раз вот у меня был целый ряд новостройок тогда куплен и две новостройки из тех купленных, они так до сих пор не достроены. И одна из них это застройщик номер один в стране, компания СУ-155, которая была самым крупным застройщиком страны. И тоже я в тот момент был уверен, что это, ну это же самый крупный застройщик, не даст государство рухнуть самому крупному игроку, это же столько народу пострадает. Ничего, ничего подобного. И дали, и рухнуло, и пострадали, и до сих пор куча обманутых дольщиков там в реестре состоят, я сам там где-то состою со своей квартирой в Звенигороде. И почему? Потому что сейчас опасное время для застройщиков наступает. Цены на стройматериалы взлетают, цены на рабочую силу взлетают мигрантов, цены ставки по ипотеке взлетают, клиентов становится резко меньше. Но разве что их сейчас вполне возможно все-таки будут поддерживать и это поменяет ситуацию. Но, на мой взгляд, новостройки сейчас риск, связанный с ними, не оправдывает потенциальной прибыли. То есть если идти, то лучше я бы скорее шел во вторичку в текущий момент, которую сразу взять и сразу сдавать. Недвижимость под сдачу. Да, если вы сможете ее хорошо найти, выгодно. Просчитать проект и самое главное иметь с него положительный или хотя бы около нулевой, но с небольшим плюсом денежный поток. Вот в этом случае потенциально да. Для этого, собственно, и берется недвижимость. Дальше идем. Акции зарубежных компаний. Если вам повезло владеть акциями зарубежных компаний. Сложный опять же вопрос. Почему? Потому что могут ли их заморозить? Могут так или иначе заморозить и выплаты, прежде всего выплаты дивидендов. А во вторую очередь и вообще каким-то образом заморозить все транзакции. Но тут с другой стороны, зато это валюта, это активы, завязанные на валюту в другой стране. И да, то есть надо просто понимать, что если у вас акции, допустим, которые где-то вы взяли акции американских компаний, возможно они на какой-то неопределенный срок заморозятся. Готовы вы к этому? Если да, смотрим, например, я покупаю с расчетом на 10 лет вперед. Ну, хорошо. Если вас это пугает, лучше тогда продать, пока есть возможность. Если она останется еще, потому что пока биржи не открывались и вернут деньги. Ну и кроме того, конечно, имеет смысл с российскими брокерами. То есть если у вас российские брокеры, то те, которые не под санкциями. Ну, в частности, это касается ВТБ, это касается открытия. То есть лучше что-то типа там Тинков, Финам, БКС, которые как бы немножко в стороне от этой истории. На мой взгляд, это будет более оправдано в текущей ситуации. Если акции уже есть, то можно их депозитарным переводом перевести от одного брокера к другому. Он стоит некоторую сумму, но это не такая сложная процедура. Можете, кстати, вот кто не подписан, под видео дадим ссылку на наш телеграм-канал. На всякий случай подпишитесь. Там мы, в частности, вот по депозитарному переводу делали только что небольшой пост. Посмотрите там инструкция, как это делается. Но на всякий случай подпишитесь, чтобы быть на связи. Потому что опасения, что YouTube заблокируют либо со стороны Google, либо со стороны государства, которое решит, что слишком много люди смотрят не того. Акции российские. На мой взгляд, сейчас, то есть пора ли их продавать? Поздно уже продавать. Уже теперь расслабиться и получать удовольствие. Потому что, ну, может ли оно еще сильнее упасть? Скорее всего, как только откроется рынок, мы увидим еще огромное падение. Если докупать, то докупать прежде всего экспортеров. Завтра, опять же, вот кто уже так более глубоко хочет погружаться, обсудим тему докупки акций. Каких, как, почему, выскажу свои мысли, свою логику, расскажу. Но то, что есть, я бы держал, я бы не продавал. Облигации. Старые облигации, которые покупались раньше, допустим, облигации федерального займа по ставке 7%. Не вижу смысла их держать. Сейчас, когда инфляция будет намного выше, чем эта ставка, да, вы сейчас их тоже будете продавать с очень большими потерями. Но, поскольку новые облигации сейчас будут выходить с гораздо большими купонами, то если уж держать облигации, то скорее что-то новое. Этот момент тоже обсудим, потому что в облигациях потенциально есть интересные возможности, скорее всего, появятся. Другие юрисдикции, вот, например, Interactive Brokers, если у вас есть счет в Interactive Brokers, и здесь сложный момент, потому что Interactive Brokers прислали письмо, что это один из самых популярных международных брокеров, с которым работало большинство российских граждан за рубежом. Есть риск того, что они заблокируют счета. И они прям прислали письмо, где так и написано, что будьте готовы, что это возможно. Это не значит, что это произойдет, но это возможно. С другой стороны, это другая юрисдикция, до которой тяжело дотянуться, например, нашему любимому государству. И выбирайте сами, что вам важнее. Если у вас и так очень много активов в России, то, наверное, будет разумно что-то иметь подальше. Если же наоборот, очень страшно, что доступ к тем деньгам заблокируется, попробуйте их вернуть, возможно, еще получится. Кто-то предлагает, вот это я не знаю, но не имел опыта, но делюсь тем, что рекомендовали. Tiger Brokers, это азиатский брокер, аналог дочерний Interactive Brokers, который вроде как может быть в этом плане более надежной заменой. Вот еще с этим не разобрался. Ну что, друзья, вот по плану B, вот это хотел вам сказать. Общая идея, что сейчас, конечно, все выборы везде высокий риск. Сейчас уже нет вариантов с низким риском, что просто положи куда-нибудь и будь спокоен. Везде спокоен не будешь. Но вместе с этим, на мой взгляд, быть в активах все равно лучше, чем быть в рублях. Вот самое печальное, это находиться в рублях и видеть, как они сгорают. Вот это, на мой взгляд, самая сейчас рискованная ситуация. Это то, что касается плана B. Завтра, кому актуально, присоединяйтесь в наш инвест-клуб «Финанс-1». Ссылка под видео. На мой взгляд, это будет очень оправдано, если у вас есть какой-то капитал. И мы там будем разбирать массу нюансов по тому, как работать с другими стратегиями. Ну и в том числе кое-что из того, что мы сейчас обсудили. То есть, что делать с активами, чтобы заставить их все-таки работать и работать более эффективно. Постараюсь. Вот много мы, буквально последние три дня прям очень плотно работали, стыковали разные идеи, мысли. И все выложу, будем обсуждать прям прямой эфир в 17.00 завтра по Москве. Кто пропустит, будет видеозапись, плюс потом в чате сможет всегда вопросы задать. У нас там закрытый чат. Если интересно, я сейчас кратко для тех, кому актуально, расскажу, что такое инвест-клуб. На мой взгляд, это может быть хорошей инвестицией, если для вас вопрос денег актуален. Даже если не прям сейчас, то как минимум вы, пройдя то обучение, которое есть в инвест-клубе, вы станете гораздо более грамотны в управлении деньгами. И если не этот, то следующие кризисы. Ну а я надеюсь, что и этот используете не как огромную проблему и катастрофу, а как возможность. Итак, давайте расскажу про клуб, что это, для кого. Под видео будет ссылка. Друзья, в этом видео хочу рассказать вам о нашем инвестиционном клубе «Финанс-1». Это онлайн-инвестиционный клуб с некоторой живой составляющей. Что это такое? Это модульное фундаментальное обучение, которое я для вас там подготовил. Оно большое, 25 модулей, примерно на полгода обучения, такого плотного, серьезного, чтобы сделать из вас действительно понимающего в самых разных стратегиях инвестора. Это аналитика, это сообщество инвесторов, это обратная связь от меня лично, это обзор трендов. Но обо всем по порядку расскажу. Итак, что получают члены клуба? Первое. Еженедельная аналитика по фондовому рынку. Несмотря на все кризисы, взлеты, падения, это все равно остается актуальный инструмент. Все основные данные в одном месте, чтобы можно было легко принимать решение. Не искать по куче телеграм-каналов, видео и прочее. Все собрано в одном месте и по определенному алгоритму. Второе. Это модульное фундаментальное пошаговое практическое обучение от меня. Курс «Путь инвестора», который состоит из 25 модулей, где мы пошагово, начиная с АЗОВ, с построения финансового фундамента, затем осваиваем все основные инвестиционные инструменты, которые сегодня доступны нам. Это закрытые интервью, это вебинары с инвесторами, которые мы регулярно проводим. То есть стараемся из разных ниш, из нашего клуба брать членов клуба, у кого есть опыт, допустим, инвестиций в гаражи, в загородные дома, в криптовалюты, в покупки с торгов муниципальных, в самые разные другие направления. И люди рассказывают, делятся своим опытом и мы разбираем их кейсы. Это более выгодные инвестиционные условия для участия в ряде стратегий. Поскольку мы как клуб объединяем довольно большое количество инвесторов, то мы стремимся это использовать себе на благо, то есть стараемся договариваться как оптовик о более выгодных условиях. В некоторых стратегиях не везде это получается, но где-то удается. Это прямая связь со мной в плане того, что если вам нужно будет получить ответ на ваш вопрос регулярно, я делаю один раз в месяц ответы на вопросы в какие-то экстренные периоды, когда надо прям оперативно реагировать, я выхожу на связь гораздо оперативнее, мониторю наш чат и всегда стараюсь подсказывать. У нас есть закрытый чат для этого. Это тренды различных инвестиционных стратегий, которые я обозреваю каждый месяц, при необходимости чаще. Что происходит по разным стратегиям, где какие перспективы, где риски, от чего держаться подальше. Все это регулярно обозреваем. Это закрытый чат инвесторов, в котором серьезные, активные, целеустремленные инвесторы. Такие же, как и вы, если вам актуален этот вопрос. И всегда в наших чатах можно получить поддержку по своей ситуации, по своим вопросам. Это мы всегда очень помогаем. Это реальные отзывы и контакты. То есть мы собираем с наших инвесторов контакты по самым разным направлениям. Это строители, узаканиватели, ипотечные брокеры, управляющие компании, ну и куча еще других самых разных компаний, маркетологи и так далее. И реальные отзывы о разных инвестиционных стратегиях, чтобы вы могли по разным стратегиям узнать мнение реальных людей, кто работает с этим проектом, допустим, полгода, год, несколько лет. Почитать отзывы, связаться с человеком, узнать, как обстоят дела сейчас. Это живые встречи, которые пока мы проводим в Москве и в Санкт-Петербурге, изредка в других городах. Но прежде всего это вот Москва и Питер, где регулярно они проходят живые встречи для старших. И также у нас есть в текущий момент детская группа, там порядка 20-25 детей. У нас параллельно со взрослыми, одновременно идет обучение детей. Им всегда это очень-очень нравится. Теперь подробнее, что вам даст участие в нашем онлайн-клубе инвесторов. Первое, это сообщество единомышленников. Это обсуждение своего опыта с другими инвесторами. Это обратная связь по вашим мыслям, идеям, оперативные ответы на вопросы. Это возможность найти единомышленников в своем регионе. Где-то возможно объединяться в совместные пулы для инвестиций. Это пошаговое практическое обучение от меня. Вы сможете последовательно пройти путь инвестора от базового уровня до финансовой свободы. По крайней мере разобраться во многих нюансах с поправкой, конечно, на ваши стартовые финансовые возможности и позиции. В интернете очень много информации, куча. Собрать все это воедино очень тяжело. Я подготовил для вас очень четкий пошаговый курс с заданиями, с кураторами, которые проверяют у вас эти задания. Которые разбиты на небольшие обычные видеоблоки. По 10-15 минут вы их изучаете, выполняете задания четкие. И постепенно в своем темпе движетесь вперед. И знаете, вот как мне некоторое время назад один очень успешный инвестор сказал фразу, она мне запомнилась. Инвестиции не терпят суеты. Вот я здесь абсолютно согласен, не надо прям куда-то ломиться. Инвестирование это марафон. Даже если вам кажется, что прям сейчас вот надо бросать все и куда-то ломиться. Куда инвестировать деньги в плане фондового рынка? Мы собрали простую еженедельную аналитику. Я четко рассказываю алгоритм, как я отбираю. Вы можете, если вам это, вы с этой идеей согласны, то можете пользоваться просто готовыми отобранными вариантами по тому алгоритму. Это касается и фондов ETF, и конкретных акций, российских и зарубежных дивидендных акций, зарубежных ETF фондов, риид фондов, фондов недвижимости. Я делал это прежде всего для себя и для небольшого круга наших инвесторов, кто до этого проводили кучу времени, занимаясь отбором самостоятельно. Мы просто собрали все, что нам нужно и посадили несколько человек, которые раз в неделю по определенному алгоритму делают отбор. Понятно, что разные бывают времена на биржах, но это тем не менее очень актуально. Реальные отзывы об инвестиционных стратегиях, реальные отзывы найти сегодня сложно. И в интернет нельзя верить ни положительным, ни отрицательным, и то и другое накручивают. Поэтому мы собираем отзывы от реальных инвесторов, которые проверяем, с которыми можно связаться, расспросить, как они работают по той или иной стратегии. Это закрытые интервью и встречи с членами клуба, с экспертами, с обычными инвесторами, которые вы сможете смотреть либо в форме видеозаписи, либо в форме живых встреч. Это, конечно, возможность задать свои вопросы и получить ответы от меня, а также от других членов нашего коллектива. Закрытый чат для оперативного общения, где всегда можно что-то спросить и задать. Это кратко о нашем инвестиционном клубе «Финанс-1». Если для вас это актуально, под видео ссылка присоединяйтесь. Жду вас.